10 побед в 10 стартовых матчах. И здесь, на Олимпийском стадионе, Аякс, конечно же, попытается остановить своих извечных соперников, футболистов из Роттердама. К этой игре гости подошли без поражений, начав сезон действительно по-чемпионски. Одна из стартовых побед была над Гронингеном на поле соперника. В сентябре в нашей программе мы рассказывали об этом успехе Фенорда. Четыре безответных мяча влетели когда в ворота северян. Первым отличился Реже Блинтер. После этого Ван Лун с 11-метровой отметки удвоил счет. Все голы состоялись во втором тайме. Хозяева выбрали откровенный вариант игры от обороны и на нулевую ничью. Но в конце игры гости сумели подобрать ключи к воротам еще дважды. Это отличился Ван Лун. А сейчас мы увидим, как Дин Горы сделает счет. 3-0. Не составляло труда поразить цель. А вот Джон Ван Лун в борьбе с защитником подводит черту. Реже Блинтер и Джон Ван Лун представляют сейчас главную опасность Фенорда. В предыдущем туре они забили по мячу ворота клуба Велем Твей. Ван Лун завершил розыгрыш углового. А Реже Блинтер технично прошел оборону в Вильяме. Похоже, что оба сейчас находятся в отличной спортивной форме. Ну а что же Аякс? Клуб борется за чемпионское звание. Разочарование последних трех сезонов задело именитый Аякс за живое. И он уже победил Эм Ховен на старте чемпионата. Встреча закончилась со счетом 2-0 в пользу Аякса. Яри Литманин удачно занял место Денниса Беркампа, ушедшего летом в итальянский Интер. И тренер Аякса Луис Ван Халл доволен новым игроком основного состава, которого уже держат на прицеле скауты из более южных стран. Перед этой игрой на счету Фина уже 8 забитых мячей. А сейчас посмотрим на турнирную таблицу. Итак, показатели Фейнорда перед игрой. Мы еще раз вернемся назад. Оба клуба продолжают борьбу за европейские кубки. Фейнорду в будущую среду предстоит тяжелый ответный матч с португальским Портом. В рознише кубка чемпионов на своем поле. Дванцам предстоит отыграть единственный мяч, который на 90-й минуте за несколько секунд до финального свистка первой игры провел Доминбуш Олевера. Вот этот удар. Аяксу также придется непросто в борьбе за кубок обладателей кубков. Его соперник турецкий Бешик Таш сумел забить один гол в Амстердаме, пропустив два, и в Стамбуле настроен решительно. Этот матч хорошая проверка сил перед ответными поединками. Состав Аякса. Эдвин Ван Дерсар под первым номером. Рефас второй. Джон Девур. Яри Литманин и Рональд Дебур начали с центра поля, разыграв несложную комбинацию. И сейчас Аякс в своей традиционной форме белокрасной футболки вынужден отдать передачу назад. Это Франк Дебур. Хочу сказать сразу, что в составе Аякса нет Райкарда. Он дисквалифицирован. И нет также Дэвидса. У него травма. И, по-видимому, травма у Стефана Петерсона. Шведа, который в прошлом сезоне забил 18 мячей. А Деннис Беркамп 26. Всего команда 87 раз поражала ворота соперников. И вот на эту пару приходится на один гол. Больше чуть, чем половина команды. 44 забитых мяча. Ну, а сейчас, конечно же, все. Внимание за Фином Яри Литманином. Я думаю, у нас еще будет возможность познакомиться поближе с этим футболистом. Джон Медгат. Экс-капитан команды. В этом сезоне он уже не так часто начинает в основном составе. Поэтому капитанская повязка сейчас принадлежит Джону Де Вольфу. Игроку, который с 30 лет, что называется, начал второе восхождение. Недавно он провел очень неплохо отборочный матч чемпионата мира с командой Англии. Я думаю, что все из вас помнят, что голландцы тогда победили. А это первый удар поворотом и стойко спасает. От неприятностей удар наносил Джон Ван дер Бром. 28 лет этому футболисту несколько игр за сборную. Посмотрите, как защита выпустила его на ударную позицию метров с 20, оставив ему коридор. Футболисту, в общем-то, не составляло труда нанести прицельный удар поворотом и сильный. Вот получилось только сильно. Мы видим, как Яри Литманин глубоко отходит в оборону. Арнольд Схолтен. В молодости его называли «Белый Сократос» за цвет волос, ну и в какой-то степени за технику. Достаточно хорошо знают соперники друг друга, извечные противники. Противостояние Фейнорда и Аякса длится уже не одно десятилетие. Вот интересно, что в прошлом сезоне команды дважды встречались и оба раза с крупным счетом побеждал Аякс. Но это, однако, позволило Фейнорду стать чемпионом своей страны, а матчи заканчивались так, 3-0. Аякс выиграл у Фейнорда на поле противника и у себя дома победил со счетом 5-2. Трудно по этим первым минутам кому-либо из команд отдать предпочтение. Несомненно, запомнился очень опасный удар поворотом голкипера сборной Голландии Эд Дегуэ. Режи Блинкер было нарушение правил, но мне показалось, в какой-то степени остановка была в пользу провинившихся, поскольку этот очень техничный, быстрый, скоростной футболист имел реальные шансы для того, чтобы убежать и обмануть двух защитников. А они верно обошлись Джоном Ван Луном. Футболистом, который, кстати, защищал цвета Аякса. Возвращается мяч штрафной. Мы видим, как Ван Лун, футболист высокий, технично играющий, головой борется за мяч, а это Мэт Готтс. Пас назад, удар поворотом, и Эдвин Вандерсар, молодой голкипер, воспитанник клуба Аякс, закрытый своими защитниками, очень поздно среагировал на этот удар поворотом. Да, собственно, только взглядом проводил мяч. Посмотрим за этой комбинацией. Здесь, конечно же, прозевали защитники. Арнольд Сколтон донес не самый сильный и не самый точный удар. Но, тем не менее, счет в матче Аякс. Фейнорд открыт. Да, вот это уже неприятно. Проигрывать чемпиону страны на своем стадионе в присутствии многотысячной армии болельщиков. Яри Литманин с мячом. Мяч у него находился какую-то секунду, но это всегда опасно. Поскольку даже из ничего этот игрок может создать очень опасный момент. Вот с мячом Яри Литманин. И похоже, что по этому футболисту персонально играет шестой номер Петер Босс. Угрупп сборной Голландии. Футболист, который защищал цвета национальной команды своей страны в матче против англичан. По-видимому, Ван Ханагем решил, что этот футболист должен присматривать за ним. А это мы видим уже дуэль с Джона Ван Луна и Яри Литманина. Да, нападающий Финорда возвращается в свою штрафную площадку при розыгрыше штрафстандартных положений, при розыгрыше угловых и пытается закрыть Яри Литманина. Фин, безусловно, проигрывает своему визави в росте, но технично, очень технично также играет головой. Ручал с мячом. Блинкер. Ушел от Дани Блинда капитана Аякса, но тут вынужден был нарушить правила. По центру ворот, метров 25 до цели, это очень и очень неприятно. Сразу три футболиста Фейнорда у мяча. По-видимому, Джон Мэнгод. Да, вот он наносит. На ваших экранах. Его отец сказал про своего сына, что он прекрасно играет в футбол, но вот, к сожалению, у него есть только один недостаток. Мне никогда в жизни, по-видимому, уже не удастся сделать ему прекрасную прическу. Отец Джона Мэнгодта, парикмахер. Хозяева пытаются наладить игру в атаке. Фейнорд практически всей командой защищается. И вот небольшая оплошность в обороне, но... Джон Де Вольф и Рут Хэлс очень технично отстранили от мяча Рональда Де Бура. Думаю, что сейчас будет замедленный повтор. Марк Овермарс очень технично сделал передачу. Увидел рывок своего партнера, но тот на какую-то долю секунды оставил мяч без приспотра, и защитники этим воспользовались. А вот сейчас, на мой взгляд, Рэжи Блинкер передержал мяч. Пошел через центр, а это было самое насыщенное место в обороне Аякса и следствие потери. Чем же закончится эта борьба? Все-таки Рут Хэлс сохранил мяч, но тут же следует потеря. Яри Литманин. Финиди. Обманное движение, мяч штрафной. Да, вот посмотрите, сразу шесть игроков обороны и только четыре футболиста Аякса. После забитого гола Фейнорд практически всей командой отошел к своим воротам, а мы видим, как у Яри Литманин, на мой взгляд, было нарушение правил. Эрл Рефас, молодой защитник, нарушил правила. Ну давайте посмотрим. Да, безусловно, Яри Литманин первым находился на мяче, и вот уже второй номер Фейнорда сыграл, что называется, в нападающего. Вот на наших экранах Яри Литманин. А сейчас уже неверно обошлись с Реже Блинкером. 13 забитых мячей было на его счету в прошлом сезоне, а больше всех в Фейнорде забил Йозеф Киприх. 18 голов. Но сейчас его не в составе. Мэтгут. Ван Лун. Удар по воротам. Вторая комбинация, практически вторая возможность для взятия ворот. И Эрви Эссайес, дебютант команды, это его первая по-настоящему игра за именитый голландский клуб, забивает второй мяч. Все просто и надежно. Посмотрите, Ван Лун головой выигрывает борьбу за этот мяч, сбрасывает под удар партнеру. И 19-летний игрок Фейнорда наносит удар в незащищенный угол. С близкого расстояния метров с 11. Эссайес бил по воротам. Вот это уже очень и очень неприятно. Сейчас Фейнорд, наверное, отойдет в защиту, будет думать только об обороне собственных ворот, и Аяксу будет очень сложно отыграться. Да, даже Режи Блинкер находится на своей половине поля, помогает защитникам. Неплохо. Блин, капитан пошел в атаку. Ведет за собой своих партнеров, а вот передачу на Яре Литманина сделал очень неточно. Возвращается мяч в штрафную, и просто подальше на отбой выносится оттуда. Даже не пытаются организовать контратаку гости. Еще один навес. Борьба Яре Литманина и Петера Босса. На этот раз защитник победил. Мы видим, что и Ван Лун, и Блинкер, и Роб Вичхи, который пока не заметен в этом матче, игрок сборной Голландии, игрок основной, от которого зависит очень много в национальной команде его страны, в национальной команде Голландии, пока держится в тени. Зейдорф. Воспитает Аякса самый молодой игрок в истории команды. Ему всего 17 лет. Шестой номер, обратите внимание, в бело-красной форме. Как долго Аякс держит мяч. Литманин отходит на левый фланг, уводит за собой своего опекуна. Еще один заход на цель. Зейдорф. Хорошая передача на своего капитана. Еще дальше. Удар поворотом. Но вот видите, единственного удара поворотом для Фина оказалось достаточно, чтобы счет в матче Аякс-Финорд изменился и стал 2-1 в пользу Финорда. Защитник находился за спиной Яре Литманина. Этого было достаточно, чтобы он освободил свою ударную правую ногу и точно с лета мяч от стойки ворот угодил в сетку. Единственное, что можно сожалеть, что Яре Литманину не повезло. С родиной, где он родился. И хотя родину не выбирает вот не совсем футбольная страна Финляндия. Я думаю, что этому футболисту вряд ли удастся сыграть когда-нибудь на чемпионате мира. А на наших экранах только что был Джон Мэтготт, бывший игрок сборной Голландии. 35 лет этому футболисту. Сейчас замена Луис Ван Хал усиливает атаку и Сони Силой, опытный футболист, ему 30 лет, заменил пятого номера Михаэля Крейка. И мы видим, что тринадцатый номер сразу же пошел вперед, а пятый номер пошел в раздевалку. И так подходит к концу первая половина игры матча Аякс-Финор чемпионат Голландии. Все самое интересное об этом в программе Футбол без границ. Пока Аякс проигрывает. Имея в своих рядах Ярия Литманина, думать о поражении еще рано. Никого нет впереди у Фейнорда. И вот сейчас мы видим, как Марк Овермарс рвался к воротам. Пытается выманить хозяева гостей. Нет, но те на этот компромисс не идут. Вся команда в обороне. А это Сони Силой бывший игрок сборной Голландии. Надеется на него Луис Ван Халл? Надеется, что он поможет своему клубу. Но это сделать крайне сложно. Вот только сейчас два футболиста поверили, поверили, что могут отобрать мяч. И очень опасно. Рональд Дебур делал нацеленную передачу. Сам расстроен своими действиями. Обидно. Эд Дегуй уже несколько лет защищает цвета Фейнорда. И мы видим вновь эту же пару Яри Литманин и Джон Ван Лун. Более высокая девятка Фейнорда без труда выигрывает этот мяч. Такой неприятный удар поворотом. Это Кларенс Зейдорф сходу без подготовки. Голкипер Фейнорда все видел и в нижнем углу накрыл этот мяч. Еще одна атака. Литманин не дотягивается до мяча. Пытался сделать сброс своему партнеру. Игра в стенку. Очень жесткая была передача через фланг. Финиди. Можно играть. Все было в пределах правил. Последние минуты первого тайма проходят под диктовку Аякса. Хозяева контролируют положение, больше контролируют мяч и создали уже несколько опасных моментов. Но забить второй гол пока никак не могут. Литманин прекрасная передача Силуэ. Можно бить поворотом. И вот сейчас уже Эд Дегуй во второй раз за эти несколько минут демонстрирует свое мастерство Марк Овермарс. Мощно наносил удар. Мне показалось, что Джон Ван Лун оставил Яри Литманину что называется в покое. А это уже во второй раз подряд вот с этой точки Кларенс Зеедорф наносит удар поворотом. Ну вот, наверное, минут за десять впервые гости перешли на чужую половину поля, пытаются контролировать мяч с Холтон автор первого забитого мяча в ворота Аякса. И тут же следует потеря. Да, полное преимущество хозяев. Как технично Финиди уходит от Блинкера контролирует мяч смещается в центр. Франк Дебур Яри Литманин но на этот раз Петер Босс сыграл на опережение все сделал чисто отобрал мяч но вновь с мячом несколько секунд назад был Яри Литманин Зеедорф Литманин Все время руками помогает себе защитник да и без них очень трудно удержать Фина Эсайос не точно ошибается ошибается в простых ситуациях гости овермарс перед ним защитник пытается пойти в обыгрыш это Девольф капитан команды все-таки прошел его передачу сделал не совсем точную силой Зеедорф мяч штрафной удар поворотом а вот мог сделать передачу Кларенс Зеедорф посмотрите вот сейчас на подстраховку пошел Петер Босс он отставил Фина и вот этим мог воспользоваться 17-летний полузащитник Аякса ну а вот и свисток первые Джон Ван Лун и Роб Вичхе ввели мяч в игру и все самое интересное во встрече Аякс Финорт в программе футбол без границ чемпионата Голландии пока хозяева проигрывают со счетом 1-2 Арнольд Схолтон открыл счет в этом матче после этого Арви Исайас забил второй мяч и вот только Яри Литманин незадолго до того как команды ушли на перерыв сократил отставание своей команды посмотрим как будет на этот раз Сони с силой на наших экранах а это Реже Блинкер 24 года этому футболисту несколько игр за сборную провел после того как его клуб забил второй мяч даже он чистый форвард команда отошел в оборону и помогал линии защиты вот по-видимому Вим Ван Ханагем наставник Фейнорда дал указание своим партнерам то есть точнее своим футболистам смелее идти вперед и искать счастье у чужих ворот если это удастся и Фейнорд забьет третий мяч то отыграться уже практически будет невозможно но сейчас посмотрим за этой атакой Франк Дебур можно сделать передачу ее делают Марк Овер Марс ходит штрафную проскочили все партнеры чуть-чуть вперед можно было сделать эту передачу Литманин находился вместе со своим опекуном но Литманин находился лицом к воротам но атака продолжается Дани Блинк теперь уже через другой край игроки в красно-белой форме решили сыграть вновь блин с мячом но через центр невозможно наверное пробиться и первый-то гол был сделан после фланговой передачи ох как ошибается Марк Овер Марс молодость только 20 лет этому футболисту а здесь все было сделано чисто Франк Дебур и Дани Блинк обокрали что называется Джона Ван Луна проход через центр но нужно забивать мяч катится в ворота и вот сейчас уже Петер Босс оставил Яре Литманина он отвечает персонально за этого футболиста и только благодаря этому благодаря его прозорливости он спас свою команду от неприятностей посмотрите Роб Вичке конечно же не догоняет Кларенса Зейдорфа и Петер Босс выносит мяч из пустых ворот А вот сейчас точнее перед этим атака через центр у Аякса получилось на все 99% и вот только не хватило самой малости того чтобы мяч пересек заветную линию Эд Дегуй сегодня у этого голкипера у голкипера сборной Голландии немало работы и его мастерство не раз уже выручала Фенор ох какой неприятный удар и все тот же кланер Кларенс Зейдорф даже не поверишь что этому футболисту всего 17 лет по его игре можно сказать что он гораздо старше и по возрасту и по опыту Эд Дегуй показывает наверняка Джону Ван Луну а вот и нападающий Фейнорда появляется в Хабре чтобы он закрыл Яри Литманина на двой играет в защите Фейнорд и как прекрасно смотрятся хозяева удар по воротам ну вообще голландцы и в национальной команде и в клубах всегда славятся своей ударной техникой это Джон Вандер Бром решился на дальний удар и не без оснований он был по центру и попадим мяч в угол счет бы на табло изменился но а так Фейнорд выигрывает выигрывает со счетом 2-1 у Аякса на поле противника Роб Вичхи футболист который защищал цвета французского клуба Сент-Этьен Без труда разрушает и эту атаку защитники Аякса очень мало что называется футболистов впереди у Фейнорда а вот это уже уже с досады Дани блин капитан Аякса ударил в рекламный щит понять его можно команда все сделала правильно капитан все сделал правильно за исключением последней передачи он и сделал такую что Дегуй дотянулся до мяча я думаю что сейчас мы увидим повтор этого момента а пока нам показывают Дани Блинда вот эта комбинация резанный пас на ход поднимает голову смотрит кому же сделать передачу и делает ее делает ее именно в то место которое сумел перекрыть галкипер Фейнорда еще один еще один опаснейший удар поворотом сильный был неудобный пас и поэтому остановка на грудь не получилась такой техничной и все-таки Марк Овермарс нанес удар поворотом Лидманин начинает эту атаку нет по правилам штрафной должен производиться вот с этого места и удар наносится не по катящемуся мячу быстро разыграли быстро вперед остается не так много времени до окончания матча Дебур с мячом передача и Ярин Лидманин посмотрите вторым касанием практически за эту встречу обыгрывает своего опекуна Петера Босса и головой направляет мяч в ворота который защищает голкипер Финорда Эд Дегуй да вот неспроста Джон Ван Лун при стандартных положениях все время пытался закрыть этого опасного финского нападающего находясь спиной к воротам одним касанием переправил мяч в сетку ну и комбинация была сделана какая хорошая Джордж Финиди 23 года этому футболисту игрок сборной Нигерии его сборная завоевала право участвовать в чемпионате мира в США сделал передачу на своего партнера и счет стал ничейным в матче Аякс Финорд чемпионат Голландии программа футбол без границ все самое интересное об этом матче ничья 2-2 торопится футболист Аякса а это Вим Ван Ханагем в задумчивости еще бы его клуб выигрывал со счетом 2-0 на поле противника и вот ничья и команда имеет возможность для того чтобы пропустить еще один мяч поскольку возможность эту не полиминут использовать игроки в красно-белой форме ну что ж это Яри Литманин игрок сборной Финляндии 20 лет открытия этого сезона в Голландии а на родине его уже считают давно лучшим футболистом Финляндии всех времен сумел спасти положение а вот и финальный сервис